МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Диана Балыка. Драматург, поэт, автор 20 книг по психологии отношений, книг по НЛП, жена, мама, дочь. Пьесы драматурга Дианы Балыка ставят на сцене Могилевского областного драматического театра. Последняя постановка – спектакль «Психоанализ» – это искусство на малой театральной сцене. История о любви и одиночестве в современном мире. Мне не нравится то, что люди уходят из реального общения в виртуальный мир. То, что мы стали намного реже встречаться, намного реже трогать друг друга, обнимать друг друга. Что у нас для того, чтобы завести роман, люди могут не встречаться вообще. Они заводят его в интернете, они продолжают его в интернете, они в соцсетях пишут какие-то странные статусы, они никогда друг друга не видели, но они уже помолвлены. Мне кажется, что чем дальше мы будем уходить в социальные сети, тем реже мы будем продлеваться. А это как раз то, в чем я вижу смысл жизни. Мама вырастила из меня писателя, совершенно не собираясь это делать. Она учила меня читать мои собственные книги. Я сочиняла истории, которые, наверное, сочиняет каждый ребенок. А она эти истории печатными буквами записывала в маленькие книжечки, которые делала из 12-листовых тетрадей. Она разрезала тетрадочку по скобе на две книжечки. И в эту книжечку печатными буковками записывала истории. И на обложке этой тетрадки писала Диана Балыка сказки, стихи, рассказы про девочку-веточку, про лисичку, про зайчика. Первые книги, которые я прочла, это были мои книги. «Чтобы увлечь меня, мама говорила, доченька, давай прочитаем твою книгу». И это в детстве так во мне отложилось, что я уже с 5-летнего возраста абсолютно серьезно знала, что я буду писателем. То, что я пошла на ИСТФАК БГУ, это был мой компромисс. Это был компромисс с моими родителями, которые не готовы были меня в 17 лет отпустить в Москву. Ну вот просто невозможно это было для моей мамы. Это было «ты», придумано тысячу причин, чтобы со мной не расставаться, чтобы я осталась в Минске. Поэтому я закончила изначально ИСТФАК БГУ. Это был, наверное, диплом скорее для моих родителей, чем для меня. А потом уже стала осуществлять… Я вышла замуж, у меня появились личностные границы. Я научилась говорить «нет» и научилась говорить «да» себе. И поехала в Москву, чтобы получить второе образование, осуществить свою детскую мечту, закончить литературный институт. Каждая из ролей, она мне интересна, приятна. И сейчас, на самом деле, время такое, когда люди за свою жизнь успевают сменить несколько карьер. Потому что некоторые специальности, они исчезают, появляются другие. Некоторые исчезнут вот прямо сейчас. Например, в Париже метро уже 20 лет ходит без машинистов. И те, кто выучился 25 лет назад на машиниста метро, эти люди должны были освоить новые профессии какие-то и прожить целую новую жизнь. Сейчас в Европе практически не осталось кассиров. Ты подходишь и сам банковской картой оплачиваешь свои продукты, считывая штрих-коды. Поэтому огромное количество специальностей уйдет, останутся другие специальности. И люди в течение жизни, они поменяют себя, свои ипостаси, свои карьеры многократно. Тут такая история, мне кажется, что человеку, любому человеку важнее всего в жизни то, что ему сложнее всего далось. Вот самое ценное для меня – это моя дочь. Потому что у меня поздний ребенок, я родила ее в 34 года. Она очень желанный, очень-очень долго-долго планируемый ребенок. Я в роддоме держала своего ребенка на руках и не хотела посмотреть больше ни на одного другого ребенка. Я не хотела своего ребенка ни с кем сравнить. Может быть, у кого-то глаза больше, может быть, ресницы длиннее. Было абсолютно все равно. Это было чистое счастье. Поэтому, может быть, это очень банально, но материнство, наверное, главная история, которая со мной происходила. Практически все мои пьесы, кроме одной заказной, это пьесы о современности. Мне очень интересно это время, в котором я живу. Мне интересны мои современники. Мне интересен тот языковой контекст, в котором я существую. Интересно, как меняется этот язык. Я стараюсь постоянно слушать диалоги на улицах и записываю все это в папку «Замыслы». У меня есть папка с названием «Замыслы», и там просто сотни, сотни текстов. И потом из тон этой словесной руды, может быть, несколько штук этих диалогов всего попадут в новую пьесу, потому что за этой легкостью, за этим кружевом стоит большая работа. И мне радостно, если люди, которые приходят в зрительный зал, этой работы не замечают. Потому что они должны слышать эту легкость и думать, это как у меня в жизни, это как у моих соседей, как у моих друзей. Отец мне говорил, ну что ты, Диана, писателям нельзя стать в молодом возрасте, посмотри на портреты Якуба Колоса в учебнике литературы. Это, кстати, еще одна история, которая меня шокирует. Почему в учебниках литературы наши писатели изображены такими дикими, неприятными старцами? Ведь это очень сильно отдаляет школьника от реальности. Он думает, а, ну понятно, вот этот старец написал вот это. Да я не доживу до этого возраста, да вообще пенсию уже тогда отменят, когда мне будет столько лет, сколько Якуба Колоса. Что я уже тогда напишу? А если бы дети в школьных учебниках видели молодых писателей и понимали, что главные достижения были сделаны до 30 лет, главные романы были написаны 30-летними, у них было бы, на мой взгляд, совершенно другое отношение к труду, к таланту, к тому, как нужно напрягаться вообще в жизни. Было много-много дискуссий о том, что театр умрет. Говорили об этом, когда появилось кино, говорили, все, кинематограф заменит театр. Когда еще немое кино появилось, уже говорили, что театр исчезнет. Потом появилось кино с разговорами, черно-белое, потом уже цветное, а театр все не исчезал и не исчезал. Театр – это какая-то удивительная, живая эмпатия, сопереживание, сочувствие. Это то, что никогда невозможно повторить, потому что сегодня спектакль один, а завтра он совершенно другой. Мне очень часто говорят, Диана, вы пишите женскую литературу, в театр приходят женщины, они слушают ваши женские истории, которые нам, мужикам, не интересны. Да, это так, потому что история о любви – это, конечно, женский дискурс. Это, безусловно, женская история, потому что девочек воспитывают так, что они могут себе позволить проявлять свои чувства. Говорить о любви, говорить о своей боли, говорить о своих проблемах. Мальчикам это непозволительно. Мальчиков здесь учат защищать, зарабатывать деньги и молчать о своей боли. Наши мужчины даже к врачу редко обращаются. У меня дедушка умер в очереди к врачу. Когда мой отец был в девятом классе, он пришел, никогда не обращаясь к врачу с сердечным приступом. И сказал в поликлинике, ребята, пропустите, у меня сердце болит. Ему говорят, у нас у всех тут сердце болит. И он умер в коридоре, потому что он мужик. Он не может себе позволить быть слабым. Для меня важно, как для литератора, перебороть эту негативную публичную риторику в отношении слова «секс», когда считается, что секс – это пошло, это разгульное поведение женщины и мужчины. Это не должно звучать со сцены, мы не должны об этом говорить. А когда мы об этом не говорим, то людям негде черпать свой любовный идеал. Потому что они свой любовный идеал черпают из литературных произведений. И они обращаются к Ромео и Джульетте, они обращаются к трем сестрам. А мир поменялся, уже другое. И моя задача, как литератор, на новом языке говорить во всех своих пьесах, на новом языке новый интимный контекст найти, новый любовный идеал. Мне очень интересен роман «Виктюк». У меня в его театре шел спектакль, кстати, по этой же пьесе «Психоаналитик для психоаналитика». Но он был поставлен не романом Григорьевичем, а был поставлен его вторым режиссером Андреем Боровиковым. Очень бы хотела, чтобы Роман Григорьевич меня поставил, потому что у него потрясающая просто режиссура. Она очень интересная. Мне интересны современники. Я не фантазирую, как могло бы быть, как было бы, нашла бы я себя в XVIII веке или в XXII. Я люблю это время. Я считаю, что панацеи, безусловно, нет. Но есть какие-то законы, которые нам помогают общаться. Законы психологии, законы НЛП. С НЛП все очень просто. Это попытка разговаривать с собеседником на его языке. Когда вы приезжаете в Англию, для того чтобы вас быстрее поняли, вы быстрее достигли необходимого результата общения, вам рассказали, как пройти, как арендовать машину, как снять эту гостиницу или рассчитаться в кафе, вам лучше всего говорить по-английски. Вот вас быстрее тогда поймут. Здорово, что вы любите белорусский язык, что вы белорусы, самосвядомы, этничны. А лишь треба по-английски. И то же самое в НЛП. НЛП учит взаимодействовать человека с другим человеком. На языке ему понятно. Я бы его пожалела, потому что, мне кажется, его так все напрягают своими просьбами. И никто не дает ему шанса найти своего бога отдохнуть, надеть тапки, посидеть перед камином. И просто, мне кажется, у него очень тяжелая работа. Я бы ничего у него не просила точно. Мне кажется, он и без меня очень сильно устает. Меня раздражала белорусская толерантность. Мне казалось, что это нетолерантность, что это страх, что это неумение отстаивать свою позицию, что это нежелание брать на себя какую-то волю, принимать решение, что это инфантилизм. Это сильно меня депрессировало. А путешествуя по разным странам, замечая недостатки других людей, я поняла, что я белорусов люблю намного больше, чем любила их, находясь рядом с ними. И вообще, чем больше изучаешь историю, исторический контекст, чем больше путешествуешь, тем становишься терпимее и толерантнее сам. Мне кажется, что жизнь достаточно агрессивная штука. И драться жизнь ее научит сама. Я хочу научить ее сочувствию, сопереживанию, уметь принимать чужую боль, отзываться на чужую боль. Я думаю, что это важно для любого человека, для девочки в первую очередь. Сейчас я читаю дочки Сент-Экзюпери, маленького принца. С большим наслаждением, конечно, для себя, чем для нее. Потому что для нее это еще тяжеловатый текст. Она маленькая. Но я не могу оторваться, я ничего не могу с собой поделать. Она уже уползла от меня, уже играет в кубики, а я все еще декламирую Сент-Экзюпери и думаю, боже, боже, какой прекрасный слог. Давайте чаще встречаться везде, в зрительном зале, в парках, в кафе, в постели. Давайте чаще встречаться, потому что это страшно, когда муж с женой сидят за семейным ужином, и один смотрит в свой айфон, а другой в свой айфон. И они кушают. Люди перестали разговаривать. Это важно, потому что речь – это сосуд интеллекта. Речь говорит о наших чувствах, о наших мыслях. Давайте чаще встречаться. Я думаю, что когда в вашу жизнь приходит любовь, в вашу жизнь приходит все остальное. Приходит гармония, приходит покой, приходит здоровье, потому что здоровье, оно базируется на покое и гармонии. Приходит достаток, потому что когда человек в любви, он становится доволен тем, что имеет. Найдите время для любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова